Как проявляется ограничительная черная этика? Как угасить на пау ограничению драйзеров и достав? Это такая ситуация, по поводу драйзеров и достав, наверное драйзеров я видела, с драйзерами я общалась чуть побольше, чем с Достоевскими, но не так, чтобы слишком много я с ними общалась, обычно тут разные ситуации могут быть по поводу ограничительных, у меня была забавная ситуация с одним Гексли, с которым мы по поводу этики начали всякое разное обсуждать и у нас мы придерживались абсолютно противоположных позиций, потому что у него акцент был в белую этику, у меня в черную, но здесь у него черная этика не ограничительная, но при этом он все равно вот эту черно-этическую информацию, то есть как выглядел разговор, он говорил, что нет, черная этика это ерунда, нужно думать про белую, я же говорила абсолютно обратно, что белая этика это не очень важно, нужно думать про черную, вот, то есть смысл, то есть это было опять-таки на уровне информации, а соционика у нас про информацию, про то, как мы с миром этой информацией обмениваемся, вот, и здесь вот была видна именно разница в ценностях, что еще? По поводу драйзеров, там иногда, ну это зависит от драйзеров, зависит от эмоции психосовской, но очень часто, просто у меня слишком небольшой опыт общения с драйзерами, чтобы прям так точно сказать, как это в принципе может проявляться, то есть это нужно прям отслеживать, все это рефлексировать, просто нет такого опыта, чисто по каким-то ощущениям субъективным реакции вот людей, то есть это черно-этическая компонента, как мы друг с другом взаимодействуем, как мы друг на друга реагируем, оно может игнорироваться сильно достаточно в угоду каким-то качествам, каким-то поступкам, что ты за человек, как ты поступаешь, почему ты так поступаешь, почему ты там так себя ведешь и что-то такое. С позиции черной этики очень важно именно взаимодействие с человеком, чтобы оно было какое-то очень живое, очень наполненное, чтобы вот эти взаимные реакции друг на друга, они были какие-то определенные, очень интересные, чтобы был постоянный вот этот обмен постоянными какими-то реакциями друг на друга, чтобы это было интересно, чтобы не возникало вот этого напряжения, комка нервов, когда ты что-то говоришь, и это все время не в попад, все время не в тему, и то же самое по ту сторону, вот драйзеры эту штуку просто, ну и Достоевский возможно, они могут это игнорировать чуть больше, хотя я видела драйзеров, которые, у них эмоция где-то повыше, и они с позиции черной этики эту информацию учитывают, такие достаточно бодрые, и там не возникает вот этого гнетущего ощущения, когда это игнорится прям совсем, но, то есть опять-таки, зависит очень сильно от наполнения типов, от того, как тип проявлен, потому что вариантов может быть масса. Катерина, тебе как ограничительному белому этику, насколько вообще важно, как тебе относятся в коллективе? У меня белая этика самооценочная, почему вы не задаете мне вопрос, как меня проявляется? Хватит заблуждение, я вообще не хотела. Так, по поводу черной этики и ограничительной, как ко мне относятся в коллективе. С коллективами у меня очень забавная ситуация, я, по-моему, на одном, у нас висит запись вебинара на канале, я уже где-то об этом рассказывала, что с коллективами очень интересно все складывается, потому что в коллективе обычно, если мы берем коллектив в целом, опять-таки, это не всегда сумма людей, то есть в коллективе складывается своя атмосфера, которая немножко над коллективом, то есть такая надстройка и такое свое пространство немножко, когда есть группа людей, а не только один человек. И с коллективом как таковым у меня, ну я не припомню, чтобы что-то шло не так, потому что обычно как-то очень легко налаживается вот эта атмосфера, чтобы она была более-менее приемлемая, какая-то интересная, конечно, есть стремление в сторону того, чтобы это было как-то бодрое, весело и прикольно, но бывают всякие разные ситуации, но в основном атмосфера, то есть я так веду себя, что определенным образом, ну определенное взаимодействие складывается с коллективом, и обычно это все хорошо, обычно все в плюс и достаточно позитивно. Вот, но при этом могут быть в коллективе конкретные люди, которые ко мне как-то не так относятся, которых я раздражаю или там, которые просто меня не понимают и из-за этого раздражаются, они просто не могут понять, что я за человек, вот, и у них начинает от этого подгорать, что называется. Вот, так что по большому счету для меня не является каким-то критичным, если кто-то кому-то я не нравлюсь, то есть это вообще абсолютно нормальная история, в целом с коллективом обычно получается взаимодействие более-менее позитивное, конкретно с какими-то людьми я очень редко близко в каких-то коллективах начинаю общаться, ну, это уже такие личные особенности, вот, хотя может быть и тимные, потому что я, в принципе, есть в наблюдениях другие черные этики, у которых с коллективом взаимодействие складывается очень похожим образом, вот, поэтому такие дела. Если кто-то как-то не так относится, но это конкретные люди, какие-то частные очень случаи, если они прямо идут на конфликт очень ярко, обычно я конфликты выстраиваю так, чтобы можно было один раз поконфликтовать, и в следующий раз человек со мной конфликтовать просто не захочет вообще никогда. У меня таких случаев было достаточно много и в школе, и в университете, и просто в каких-то других коллективах, в которых я появлялась. Если кто-то прямо идет на прямой конфликт, вот, я всегда иду навстречу, но после этого человек ходит на цыпочках и предпочитает просто боиться лишний раз вообще мое внимание к себе привлечь, его не слышно, не видно, а взаимодействие с коллективом остается прекрасным и замечательным. Вот, бывают люди, которые тоже как-то негативно реагируют, и они пытаются именно на уровне реакции постоянно что-то такое выдавать, не знаю, какие-нибудь комментарии отпускать, то есть прямо постоянно докапываются, прямо постоянно пытаются к себе какое-то внимание привлечь, и все это уходит в негатив. Это, конечно, неприятно, но это тоже обычно все достаточно легко лечится, там парочка нужных фраз в нужный момент этим людям, или опять-таки определенная реакция на это все, даже не обязательно им лично что-то говорить, просто там можно в воздух какое-то замечание сказать, или другим людям, проходя мимо них, какую-то определенную фразу бросить. Вот, у этих людей, в них начинает идти черный дым отовсюду, вот, и после этого они на какое-то время успокаиваются, им опять-таки не хочется лишний раз привлекать внимание. То есть эти моменты, они все регулируются, ничего такого страшного не происходит, не знаю, я никогда не испытывала там проблем от того, что меня где-то не принимают в коллективе, или кто-то ко мне не так относится, вот я прям вообще такого не могу вспомнить, потому что этим всем можно, это все урегулируемо, но есть люди, которые тоже, они реагируют на меня как-то не так, я им не нравлюсь, ну и что теперь, и что с этим делать, я с ними не общаюсь, ну и опять-таки можно выстроить ситуацию таким образом, что они потом просто не будут подавать виду, и не будут никак о себе напоминать, и все, и можно дальше прекрасно жить, счастливо и замечательно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова